Те, кто по каким-либо причинам в ближайшее время не поедут на море, могут прекрасно отдохнуть и позагорать в черте города. Центральный городской пляж подготовлен для отдыхающих. О плюсах и минусах купания в реке расскажут наши корреспонденты. На Кубани установилась жаркая погода. Столбики термометров местами поднимаются выше 35 градусов. И это только начало лета. От изнуряющей жары многие славянцы спасаются на городском пляже. У воды всегда прохладнее. Ходим мы каждый день на пляж. Детей забираем со школы после летней площадки и сразу же приходим, продолжаем день на пляже. Сегодня пришла с подругой и со своими двумя детьми. Хорошо сделали. Нравится, что отгородили для малышей. Чистенько, аккуратненько. Всегда, если дети куда-нибудь там, например, не в положенное место прошли, мы тут заговорились всегда. Спасатели всегда деткам говорят, где надо купаться. Мы как-то в прошлые годы не ходили, а в этом году прямо мы каждый день зачастили. Очень нравится, очень довольны. К курортному сезону на центральном пляже основательно подготовились. Обследовали дно, отгородили зоны для купания взрослых и малышей. Установили стенды с правилами поведения на воде и средства спасения. Оборудован питьевой фонтанчик. С 8 часов утра и до 20 часов вечера на пляже ежедневно дежурят спасатели. Мы не допускаем, чтобы взрослые заходили за буи. Детей тоже не пускаем. Но опять же, в зависимости, какой возраст. До 14 лет у нас такое постановление есть. Приходят дети с родителями. А уже старше, уже без родителей. Мы уже разрешаем им. И опять же, контролируем, умеют плавать или нет. Это уже обеспечиваем мы. Выезжаем на лодки и контролируем это. Напоминаем, в Славинском районе есть только два места, разрешенных для купания. Это центральный городской пляж и пляж Оазис Вачуева. Купаться в других местах небезопасно для жизни. Речка у нас на самом деле опасная. Люди просто не знают, что у нее много водоворотов. И люди, не зная своих сил, то есть они не могут рассчитать силы, переплывают, к примеру, речку. Мы их едем на лодке, вытаскиваем и начинаем объяснять. У вас сил не хватит назад доплыть. Ну, некоторые это само игнорируют, а некоторые соглашаются с нами. Родители контролируют, конечно. Если по приходу на пляж мы объясняем родителям, что надо следить за ними. Они контролируют, молодцы. Но не все. Не все. Потому что очень многие игнорируют опять же нас. Спасатель, ну и спасай ты. Мы-то за всеми не можем следить. Вот так вот бывает даже. Действительно, многие к купанию в реке относятся легкомысленно, используя для этого необорудованные и необследованные места. Результат такой беспечности, как правило, трагичный. В июне этого года в протоке утонул несвершнолетний ребенок, купавшийся в необорудованном месте. Чтобы предотвратить такие трагедии, спасатели несколько раз в день на катере обследуют берега реки, проводя разъяснительные беседы с отдыхающими у воды. Детей отправляют домой. Но следить за всеми они просто не в силах. Поэтому купайтесь только в специально оборудованных местах и не оставляйте несвершнолетних без присмотра.